Отличный суп без особых хлопот, никакой зажарки, легкий постный вариант. Фасоль, томаты, лук и морковь, вот основные ингредиенты данного супа, подойдет такое блюдо и любителям считать калории. Если вы возьмете консервированную фасоль, варка супа не займет много времени, кстати, подойдет и фасоль, консервированная в томатном или остром соусе, тогда можно добавить в суп и жидкость, корневой сельдерей можно заменить черешковым, пробуйте. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Вскипятите бульон или воду, опустите нарезанный брусочками корень сельдерея, дайте закипеть еще раз. Добавьте морковь, нарезанную брусочками и половинку луковицы, нашинкованную помельче, варите минут 5, добавьте консервированную фасоль, слив жидкости, ополоснув холодной водой. Пробейте блендером помидоры в собственном соку и добавьте в суп, посолите суп по вкусу, варите еще 5 минут. Добавьте в суп лавровый лист и орегано, накройте кастрюлю крышкой, отключите огонь и дайте настояться минут 20. Подписавшимся, больше вкусностей. При подаче в тарелке добавьте тонко нарезанную половинку лука, несколько штук маслин и оливок, зелень петрушки, сбрызните оливковым маслом и подавайте. Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится фасоль белая консервированная, 350 грамм, одна банка, лук репчатый, одна штука, морковь, одна штука, томаты в собственном соку, 400 миллилитров, масло оливковое, 2-3 столовые ложек, бульон 1 литр или вода, орегано 1 чайная ложка, лавровый лист, одна штука, оливки, по вкусу, корень сельдерея, 150 грамм, количество порций 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!